Здравствуйте! Мы приготовили для вас порцию уникальных кадров Второй мировой войны. Это снимки из Крыма, сделанные весной 1944 года, когда советские войска освобождали полуостров от немецкой оккупации. Операция по освобождению Крыма одна из самых успешных для Красной Армии во Второй мировой войне. Однако кадров этих событий не так много. Сегодня у нас есть возможность показать вам часть архива советского фотографа Валерия Фоминского. Эти снимки, не публиковавшиеся до последнего времени, нашел и показал миру коллекционер Артур Бондарь. Вместе с ним мы подготовили это видео, в котором не только покажем фотографии, но и расскажем об истории крымской операции. Крым был полностью оккупирован гитлеровскими войсками с июля 1942 года. Спустя почти два года, в апреле 1944, советские войска смогли начать операцию по освобождению полуострова. Она заняла 35 дней и продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. Эти кадры сделаны на следующий день после завершения битвы. На снимке разбитая немецкая техника на Херсонесском аэродроме. Еще виден дым-пожарищ. Кадры сделаны фотографом Валерием Фоминским. Я рассказывал о нем в предыдущем ролике. Он работал в фотолаборатории завода Авиахим и с самого начала войны просился на фронт, но его не брали из-за зрения. В 1943 году Фоминскому все же удалось попасть на войну, как фотографу военно-медицинского музея. Его заданием было снимать оказание медицинской помощи, но он фотографировал не только это. На снимках Фоминского мы часто видим будничную войну, отличную от героических кадров из учебников истории. Иногда это совсем неочевидные картинки. Вот, например, лошади, которых немцы пристрелили, отступая из Крыма. Берег Черного моря в районе бухты Казачьи в Севастополе был усеян убитыми и ранеными немцами и румынами. Это орудия 35-й батареи, которые были подорваны советскими войсками при отступлении из Крыма в мае 1942 года. Раненые пленные немцы и румыны в районе 35-й батареи. На этом страшном снимке вход в оборудованный под землей немецкий военный госпиталь. Во время штурма он сгорел вместе с ранеными. Главной задачей Фоминского было снимать оказание помощи раненым советским бойцам. Этот снимок подписан им так. Переливание крови старшине Жуженову. Он сделан в селе Ай-Тодор 22 апреля 1944 года, когда бои за Крым еще продолжались. Подпись фотографа. Приморская армия 4-го Украинского фронта. Санитар Медбата Искандеров и раненый Аберемок. Замысел Крымской операции состоял в том, чтобы силами войск 4-го Украинского фронта с севера от Перекопа и Севаша и отдельной приморской армии с востока от Керченского полуострова нанести одновременный удар в общем направлении на Симферополь и Севастополь, расчленить и уничтожить группировку врага, не допустив ее эвакуации с Крыма. Раненых в бою эвакуировали самолетами через залив Сиваш. Вглядитесь, носилки с ранеными устанавливают на крыло самолета под специальный колпак, так людей доставляли на Большую Землю. Молодой пилот санитарного самолета. На этом снимке советские военнослужащие отдыхают возле перевязочной. Это два раненых бойца, у одного деревянная шина на руке. Перекур раненых бойцов. Фотографии Фоминского цены тем, что в основном это не постановочные кадры, а живая репортажная съемка. Он был одаренным фотографом и любопытным человеком, что ставит его в ряд лучших фотографов Второй мировой войны. Это раненые в ожидании эвакуации у палатки первой медицинской помощи. И такие кадры солдатского быта у Фоминского тоже встречаются. На снимках Фоминского часто присутствуют женщины. Обычно это санитарки, которые помогают раненым бойцам, перевязывают их и сопровождают. Но вот это местные женщины, которые помогают со стиркой. Фотограф записал их имена. Ольга Кориат и Таисия Статицына. Через несколько дней после освобождения Крыма Сталин принял решение о депортации коренного населения, крымских татар. Советская власть объясняла это коллективной ответственностью татар, некоторые из которых воевали на стороне нацистов или сотрудничали с оккупантами. Но на самом деле коллаборанты встречались среди самых разных народов, в том числе их было много и среди русских. Международное право не предусматривает никакой коллективной ответственности народа за действия отдельных лиц. Тем не менее, уже 18-20 мая, спустя всего неделю после освобождения Крыма, прошла операция по депортации крымских татар, в которой приняли участие более 30 тысяч сотрудников НКВД. Почти 200 тысяч крымских татар были насильно перемещены в районы Центральной Азии, и многие из них позднее погибли от голода и болезней. Но вернемся к снимкам Фоминского. Хирургический полевой подвижный госпиталь разместили прямо в ханском дворце Бахчисарая. Прямо в мечети поставили койки и лечили раненых. Гитлер называл Крым вторым Сталинградом и требовал удержать полуостров любой ценой. Нацистское руководство придавало Крыму большое стратегическое и политическое значение. Находившиеся там войска сковывали значительные силы Красной Армии, одновременно создавая угрозу тылу советской группировки, действовавшей на правобережной Украине, и обеспечивали контроль над большей частью Черного моря. Кроме того, Крым прикрывал балканский стратегический фланг нацистской Германии и важные морские коммуникации, идущие по Черноморским проливам к западному побережью Черного моря и вверх по Дунаю. Но, несмотря на всю значимость полуострова и приказы Гитлера стоять до конца, ничто не смогло помочь обреченной и запертой на полуострове немецкой армии. К моменту начала Крымской операции участь немецких войск была предрешена. Превосходство СССР в живой силе было почти в 2,5 раза. 471 тысяча человек участвовало в этой операции. В артиллерии в 1,7 раза. В танках и самоходных орудиях в 2,6 раза. А в самолетах аж в 8 раз. Но это не значит, что нацисты легко сдались. Бои были кровавыми, было много раненых и убитых. У врачей и санитаров, которых снимал Фоминский, хватало работы. Валерий Фоминский не только снимал, но и вел дневник, в котором описывал трагедию войны. Вот фрагмент. Тяжкое впечатление на меня сегодня произвел случай. В большой перевязочной лежал красноармеец, почти мальчик, 1925 года рождения, раненый осколком в живот на вылет. Он великолепно осознавал свое безнадежное положение. Увидев меня, он поманил пальцем к себе. Товарищ фотограф, я умру. Плохо мое дело. Снимите меня, пока я живой, и отошлите карточку родным. У них нет ни одной моей карточки. Очень прошу. А у самого слезы на глазах. Утром 8 апреля части 51-й армии 4-го Украинского фронта нанесли удар с плацдарма на южном берегу Севаша и спустя двое суток прорвали оборону противника. В это же время 2-я гвардейская армия освободила Армянск, а утром 11 апреля 19-й танковый корпус овладел Джанкоем и двинулся на Симферополь. По всем направлениям началось преследование отступающей немецкой армии по направлению к Севастополю. Теперь главной целью стало не допустить эвакуацию немецких войск. Чтобы не дать немцам сбежать, советские войска нещадно топили их корабли. Завершающие бои происходили в районе Севастополя. В конце концов, оставшиеся силы вермахта, осознав, что эвакуации не будет, сложили оружие. 9 мая 1944 года советская армия освободила Севастополь. На момент освобождения в разрушенном городе оставалось 3 тысячи жителей из проживавших до войны 109 тысяч человек. После освобождения Крыма Фоминский снимал следы немецкой оккупации. И далеко не все они были воинственными и зловещими. Вот, например, охранная табличка, которая запрещает уничтожение памятника старины. А это уже советская табличка, предупреждающая о заложенных в городе минах. Жители просят оказывать содействие в разминировании и считать безопасными только те места, где написано, что мин нет. Фоминский нередко снимал тела убитых, которые часто были свалены просто кучами и ждали захоронения. Именно так и выглядит война. И, разумеется, такие кадры не попадают в официальные издания и книги. Результатами операции стали полный разгром 17-й армии вермахта под командованием генерал-полковника Эрвина Йенеке и освобождение Крымского полуострова. Немецкие безвозвратные потери составили около 100 тысяч человек, из которых более 60 тысяч пленными. Вот на этом кадре вы видите колонну немецких и румынских военнопленных. В советские безвозвратные потери меньше – 17,5 тысяч человек. Снимок победителей. Второй слева – сам фотограф Валерий Фоминский. Я уже рассказывал о судьбе фотографий Валерия Фоминского в предыдущем видео с кадрами из Берлина. Можете посмотреть его, ссылка будет у вас на экране. В 2016 году коллекционер Артур Бондарь смог купить архив неизвестных снимков Фоминского, чье имя раньше не звучало в печати. Когда он увидел эти кадры, он понял, что перед ним важнейшее и очень талантливое свидетельство Второй мировой. Часть кадров была напечатана в американской прессе, потом начались выставки в России и в Германии, был издан альбом со снимками. Также эти снимки публиковались в издании «Репаблик». Ссылка на него будет в описании нашего ролика. Валерий Фоминский – это уникальное явление не только для советской военной фотографии, но и в целом военной фотографии мировой. И тем более это подтвердили люди из институции, которая в Хьюстоне, из военного музея фотографии. После того, как мы выслали сканы архива Фоминского, просто чтобы верифицировать, знает ли кто-то такого фотографа, и есть ли какие-то следы его в истории военной фотографии мировой. И они точно так же подтвердили, что это точно профессионал, это точно высочайший класс военной фотожурналистики, но никто про Валерия Фоминского не знал. Они даже связались со специалистами в России, потому что на тот момент были очень тесные связи между институциями российскими и американскими. И они специально позвонили, чтобы узнать, есть ли следы Фоминского в российской военной фотографии. И им подтвердили, что мы не знаем, кто такой Валерий Фоминский. Вот эти вот два архива, архив немецкий 45 апреля и архив крымский 44-го, они очень разные не только по ощущениям, но и по качеству. Потому что в Крыму Валерий Фоминский снимал явно советской камерой, которая часто рвала пленку, царапала пленку. И также снимал на светскую фотопленку, которая была очень зернистая, которая часто засвечивалась, особенно при палящем крымском солнце. Но в Германии это уже такая очень качественная фотография на немецкую камеру и на немецкую пленку. И, конечно, когда мы поняли, что эти две части просто несопоставимы даже по стилю съемки, потому что Валерий Фоминский, его командировка в Крым была одной из первых. А я, как фотожурналист, знаю, когда фотожурналист попадает, особенно впервые, в военную или в конфликтную зону, кажется все важным. Он начинает снимать все подряд. Именно поэтому у Фоминского в крымском архиве очень много убитых, раненых, вскрытие трупов, например, в целях изучения медицинских. И вот этот архив, он прям такой, он, можно сказать, очень такой сырой, сильный. То есть его мешать с немецким архивом не имело смысла. Именно поэтому мы сделали отдельное издание крымское, которое называется «Крым 1944. Валерий Фоминский». И мы его издали совсем недавно, и оно все еще есть в продаже. Я думаю, каждый, кто захочет купить, может набрать в интернете «Валерий Фоминский. Крым 44 книга» и купить. Книга продается в России, продается точно так же в международных магазинах. Но это можно через Авито найти очень легко. Сейчас, благодаря Артуру Бондарю, имя Валерия Фоминского вписано в историю советской военной фотографии. Но на этом коллекция Артура Бондаря не исчерпана. В ней еще тысячи неизвестных снимков Второй мировой войны, самых разных фотографов. И мы с Артуром договорились порциями показывать их на моем канале. Например, в одном из следующих выпусков мы покажем Крым во время войны другими глазами, с другой стороны, глазами немецкого фотографа, который делал снимки во время оккупации. Если вам интересно, подписывайтесь. А почта Артура, если вы хотите связаться с ним и о чем-то спросить или поговорить, указана в описании этого видео. Если вам понравилось видео, поставьте ему лайк, пишите, как водится, в комментариях, что вы думаете по поводу того, что вы увидели, того, что мы показали. И подписывайтесь на Бусти и Патреоне. Ваши подписки, ваши деньги помогают нам делать новые видео на этом канале. Субтитры сделал DimaTorzok